Есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. При ожирении, а также при гипертонии, помогает этот сок огонечный и больным с удобными заболеваниями. Почему? Потому что в нем содержится век, просвояемый век. 12 июня, день Исаакия, назван в честь преподобного отца Исаакия-исповедника. Во время императора Валента стали закрывать христианские храмы. Возникла ересь, что веру христианскую надо соблюдать иначе. Блаженный Исаакий, подражая святому или и пророку, проводил жизнь подобно ангелу. Однако, узнав о гонении, поднятом арианами на церковь Божию, оставил пустыню и пришел в Константинополь, чтобы утверждать верующих во благочестие, и Дух Божий почивал на нем. Обычно не заканчивают проведенных посевных работ, поскольку этот день знаменует начало лета. Сейчас зацветает калина, а также роятся пчелы. В народе этот день имеет несколько названий. День Еремея, в который заканчиваются посевные работы. Змеиный день, поскольку в природе начинались змеиные свадьбы. Змеи сплетались в клубки и были очень агрессивны. Существовало поверье, что убивать змей не следует. Мол, змеиные сородичи обязательно будут бстить этому человеку. У славян была поговорка «Не ходи сегодня в травы, не тревожь лесные чаще, не пытай судьбы». В Древнеславянской Руси было широко распространено убеждение, словос на котором у змеи связаны со многими растениями. Змея может влиять на растение, а растение на змею. Например, маленький корень мог прогонять змей. Поэтому его часто носили ладанки. Если разбросать веточки руты на опушках леса, то змеи не будут кусаться. Змею простого народа вызывали не только страх, но и уважение. Не только в восточной, но и в славянской медицине использовали змеи для лечения. Например, вытопленное сало змеи помогало при рождественном воспалении. Змеиную кожу прикладывали к нарывам. Если человека кусала змея, то знахари пробовали нейтрализовать действие яда с помощью трав. К ране прикладывали изжеванную медуницу, ужомник, тертый корень конского щавеля. Приметы. Если пауки плетут паутину, ожидая перемены погоды. Потребление смеси огуречного и морковного сока благоприятно влияет при заболеваниях, которые являются следствием задержания в организме мочевой кислоты. А их очень много. Начиная от подагры и кончая отложения в этих камушках мочекислых и в почках. И знаете, кристаллики могут даже быть в сердечной мышце. Итак, мы с вами сделаем простейший сок. Возьмем огурец, возьмем морковочку и сделаем сачок. Итак, включаем. У нас с вами получился морковно-огуречный сок. Вот он какой. Сейчас попробуем. Значит, пропорция какая его может быть? Так как огуречный сок, ну, довольно-таки слабенький после воздействия на организм, то его можно сделать один к одному с морковным соком. Вот у нас получился морковно-огуречный сок. Ну, для того, чтобы усилить его действие, мы с вами к нему можем добавить свекольного сока. И действие его намного усилится. Но, тогда пропорция, смотрите, если мы берем морковный сок и сок огуречный, можно брать пропорцию один к одному, то если мы берем свеклу еще, то пропорция должна меняться. А именно, одна часть свекольного сока должна приходиться на 5-6 частей морковно-огуречного сока. Потому что свекольный сок, он очень сильный. Но зато, когда мы его прибавляем к этому соку, он значительно ускоряет оздоровительный процесс. Итак, прибавляем. Вот, у нас получилась совершенно иная теперь пропорция и сок по силе. Этот сок более будет лучше, более мощнее действует на организм. Вот, попробуем его. Но пить его надо осторожно. Начните всего лишь навсего с одного глоточка. Посмотрите, как его усваивает ваш организм. Нет ли никаких отклонений, потому что, ну, сильные реакции бывают. И дальше тогда потихонечку добавляете. Девятые лунные сутки. Как правило, после энергетически благоприятных суток следуют сутки с неблагоприятной энергетикой. Это хорошо иллюстрирует прямой. Волна вперед, а потом откат назад. Все это естественно и понятно. А что касается сегодняшней энергетики, то она вызывает в сознании обольщение и заблуждение. Могут сниться кошмарные сны. Чтобы успешно противостоять этому, почитайте «Жития святых» или какие-то другие возвышающие книги. Там очень много информации по преодолению обольщений и заблуждений. Не рекомендуется сегодня рассматривать себя в зеркало, а тем более его разбивать. Питание постарайтесь обойтись без излишеств. Это касается животной пищи и спиртного. Полезно позаниматься силовыми упражнениями, чтобы вытеснить дурные мысли. Десятые лунные сутки Так уж принято считать, что в эти лунные сутки устанавливается причинно-следственная, то есть кармическая связь между миром живущих людей и их предков в ином. В целом этот день весьма благоприятен для укрепления родовых традиций. Поэтому соберитесь с широким семейным кругом, за хорошо накрытым столом и в веселой беседе повспоминайте своих ушедших родственников. Ведь память о них самая лучшая, что вы можете для них сделать. Дети, внуки, видя такое отношение, будут более уважительно относиться к вам и поймут, что такое родовая традиция. Постарайтесь в этот день меньше работать и физически трудиться. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok